друзья всем привет на моем канале всем кто меня знает мне знать в ремонте насос delphi я обещал что запишу некоторые моменты тонкости по ремонту вот и сегодня я это постараюсь сделать значит работа delphi раньше это не делали его не ремонтировали я рекомендую обратиться к тем кто это делал раньше и если вы хотите научиться делать насосом нужно посидеть гараже и пообщаться с теми позадать вопросы кто это делал начало первых я не буду тут в тонкости удаваться что мы моем их это все грязь мы вымываем эту грязь и мы вымываем того что вам было удобно потому что появляется такое вот видите на белой на белой этой тряпки это тонкости это вы должны сами знать не разбирая его то есть перед разборка это нужно сделать но я расскажу просто пока то что я я буду любом случае умыть только я уже немножко опыт имею я знаю где нужно обратить внимание где мыть где не мыть и как этим обратить начали смотрите насос пришел нас нас такой вот муфтой ее нужно открутить для того чтобы разобрать во вторых нужно снять эту штучку вот это вот сейчас я включу свет вот это накрепится вот раз и вот два такими двумя маленькими болтиками мы их кладем в сторону кидаем в специальную такую баночку вот и идем дальше третье это вот этот открутить болт на 13 вот она у нас вот здесь мы его тоже бросаем в колбочку и мы откручиваем муфту но муфту вы нет вы ее тут даже если вы открутите тут мы на 18 стоит гайка вам нужно взять этот на 13 болт и закрутить его вот сюда вот сюда когда вы все открутили вы закручиваете этот болт вот сюда эту гайку вы открутили например да открутили потом вы закручиваете болт до конца он упирается в корпус и так вот вы выдавливаете можно два идеально что страшно там остаются такие как бы след такой это ничего страшного и мы добираемся вот такого на свал высокого давления непосредственно такая шпоночка она тоже входит ремкомплект это мы все откладываем в сторону муфту и так красивенько складываем потом меня вот есть такой ключ я люблю руками откручивать можно там пневмиками но я откручиваю руками это мы штучку эту снимаем откладываем ее в сторону потом мы добираемся до до винтуре я это все глушу всегда перед отправками и рекомендую это клиентам тут клиент у меня хорошие мне все заглушил глушится еще здесь но ничего страшного она будет мыться все потом этот опять-таки грязь мы это тоже все выдаляем перед тем как мы этим как мы разбираем насос окей идем дальше снимаем потом датчик высокого давления датчик регулятора давления высокого тыску и снимаем винтуре сняли винтуре сняли винтуре снимаем датчик высокого до револета давления насоса сняли регулятор вот такой вон сеточкой там статьи если какая-то похожая на стружку частичка и вот винтуре добираемся вот до этого я здесь вот эти все вот эти дырочки их тоже закрываю перед разборкой я сделаю сейчас вот таким вот образом беру такой вот пакетик обычный вот так вот его здесь все затыкаю дабы при разборке то него подала чего-то особо там крупного вот таким вот макаром потом мы откручиваем откручиваем добираемся до самого насоса до внутренности раз два три откручиваю потом показываю что внутри только вы добрались раскрутили насос вот такая картина должна быть у вас прокладочка целенькая но я их меняю меняю как то есть по желанию хозяина ремкомплект резинки меняем все практически это у нас вот эта колба вся я называю ее просто народе и отдел низкого давления солярка подается сюда с бака с фильтра заходит насос и там стоит т.н.н. топливный насос низкого давления он дает четыре атмосферы до четырех атмосфер я потом его отдельно покажу как его исследовать живой или живой мы смотрим корпус у нас корпус на живое без видимых каких-то дефектов это у нас отдел высокого давления так называемая плунжерная пара в простонародье называется она гидра голова она тяжеленькая где-то процентов 70 на веса весит всего эти брать насос то 70 процентов веса самое главное мы смотрим сейчас на плунжера плунжера которые нагнетают они стоят вот по центру такая дырочка отверстие видео вот 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 стоят они по бокам по бокам стоят вот эти пружинки вот эти пружиночки стоят вот это вот вот здесь и здесь по центру два плунжера туда заходят ас исследуем их смотрим что у нас плунжерами плунжер у нас есть у него небольшие повреждения но я бы не сказал что это аварийно практически он в хорошем состоянии также выглядят и остальные напыление у них не снята в одном есть какое-то увидите вы не видите такой как но это незначительно напыление практически не снята мы откладываем их в сторону они у нас живенькие второй момент мы осматриваем так называемые башмаки их 4 штуки они стоят сверху вот здесь они входят в каждую вот это вот из отделов плунжеров но тут они стоят а тут вот в этих вот и с той стороны также два смотрим вот это ребята сбоку она как рабочая поверхность но это не есть аварийно здесь вообще можно сказать все идеально вот сам ролик он он здесь стоит он не выпадает вот так вот и перевернуть ну вот сам ролик он без задиров явных но он ходил видно по нему что он ходил но он не ушатанный видно что была водичка ржавчина где-то на лётику это есть откладываем его в сторону он принципе живой тут у нас седло само напыление целое тут рабочие есть тут все идеально сам ролик он хороший я их заранее осмотрел все они живенькие смотрим здесь седло самому живое у нас напыление на месте боковинка выработка но это незначительно здесь тоже все хорошо откладываем в сторону просто либо было с чем сравнить когда убитая я может быть сниму смотрим здесь рабочая сторона тут тоже самое седло 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 можно сказать идеально все это опять таки пытая будет перемываться до кошачьего блеска в одессе говорят все нормально добираемся тут так называемого вала смотрим подшипник подшипник работает мягко без лишних шумов смазывается он чем вы думаете он смазывается соляркой поэтому тот то ли что фильтр должен быть плохой за 100 гривен некоторые бывают чтобы уж на ставят тот очень сильно ошибается все смотрится соляркой здесь у нас стоит штопор его очень легко снять вот такая вот фенечка стоит порядка 65 евро вот такая вот такой вал без подшипника подшипник отдельно стоит еще 40 долларов и добираемся непосредственно до вала вал у нас пальцем мы проводим никаких нету никакой укоризны нету он можно сказать в идеальном состоянии зеркало тут у нас ведь вот эти вот ролику тут ходил то есть ролик вот так вот он ходит здесь так вот это его рабочее место ведь и вот вот так он становится так вот и там он так вот ходит и вот благодаря вот этим вот кривизна вот этим он нагнетает нагнетает создает такое большое топливо везет нашу попу служит нам эта машина ведь и такие вот здесь есть такие как эти как вот на распредвалах вот все тут идеально можно сказать вот все хорошо мне такое чувствуешь этот насос кто-то делал значит у нас еще один нюанс есть эта крышка вы разберетесь она вставляется вот так вот вот так вот вы по-другому и не поставить она эта полосочка видите такая полосочка есть она на выход должна быть к выходу вот она в принципе у нас все идеально на алюминиевая тут все хорошо просто бывает такое что корпус тоже седает ну и контур контр шайба вот такая вот кривенькая она ставится в самом конце наверх на вот эту вот штуку разберетесь там когда будете разбирать только я вас прошу когда будете с ней разбирать насос вы все делаете то есть примерно как я делаю хотите в лучше сделать лучше чтобы все у вас настал на стол потому что когда вы вытаскиваете гидро голову это все вот это высыпается вот эти пружинки все вот это без этой пружинки не будет работать насос без одной даже все это должно быть над столом и пол желательно что был у вас какой-то либо деревянный либо линолеум чтоб все падала на на то место где вы может можете легко найти так у нас вал хороший нас я сказал что у нас отличный вал теперь я хотел еще сказать поводу подкачки начаться подкачку откручу у нас есть еще один подшипник который стоит вне с внешней стороны и питается он у нас от масла вот есть вот такой вход тут где стоит шестеренка на валу он питается от 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 масла которые из насоса мы вообще если по-честному мы меняем всегда база наша ремонта это подшипник 1 подшипник 2 подкачка если она убитая конечно подкачка которые сегодня виднеется сейчас я сниму эту шестеренку все 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 получается резинки хотя бы вот это вот главное вот эту на хидроголове и вот эту это очень важно вот иногда меняем вот эту вот на гидроголове сбрасывающий клапан тоже надо меняем его ну опять таки по износу как у флючика финансы располагаются но это все мелочи я рекомендую это все менять сейчас снимаю подкачку сниму ее и вам ее то есть продемонстрирую как там исследовать что в ней нужно менять хотя там будет сразу видно что изношена сейчас добираемся подкачки потом я расскажу подробно чтобы подкачки пока что все и в принципе она и является источником стружки первую очередь то есть благодаря подкачки то есть убивается все остальное вот хотя были клиенты которые умудрялись даже убивать вал то есть это здесь вал был он был шершавый внутри шершавый то есть пальцем ты трогаешь он шершавый такие клиенты были сейчас таки покажу этот вал вот этот вал на нем видите вот гайка еще осталось остался сальник который меняем черный который стоит у нас с он держит солярку чтоб не проливалась в двигатель а коричневый стоит с той стороны он держит масло чтоб масло не заходило в насос вниз водил низкого давления и вот смотрите 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 здесь смотрите здесь гладенькое все идеальное зеркало и смотрим здесь смотрите то есть невооруженным глазом видно смотрите и здесь 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 вы мне можете верить я рассказываю как она есть видите здесь и смотрите здесь то есть шершавый это человек заправился локомотивная солярка и ушатал то есть насос заклинил и оборвала шпонку ему здесь которую шпонка и оборвала ему здесь полночка на месте ведь и на так вал внешне все нормально то есть все с эти машины это было с германии и по моему шестого года она была идеальная внешне живчик но к сожалению попала в украину к людям которые думали что они правильно делают к заправляются с локомотивной солярки не заправляйтесь локомотивная солярка потому что кому-то нас только на сепарированная она является сухой ну вот все по валу все то что из опыта вот я насосов не так уж много сделать это их сделал может быть десятка два вот но я больше по форсам можно сказать по форсон очкам ну вот 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 такой вот у нас насосик насосик живенький этот вот я делаю уже вердикт до того момента вот сколько я вот разобрал насос достаточно живой сейчас подкачку и тогда уже живость будет ясно что за живость там все ребят пока пауза и так ребят подкачку я разобрал состоит с низней части с верхней части с такой вот звездочки и в ней такие вот лопасти значит смотрите я для примера взял старую лопасть видите как она изношена тут тоже тут тоже такое шершавое как там валу и для примера беру то есть смотрите как делают нерадивая допустим или за неимение денег но я считаю что не то и то то есть потому что лучше одолжить денег там знаете и сделать раз и забыть как делают мастера они берут вот эту лопасть короче вращается нас против часовой стрелки если мы смотрим сейчас но вообще вращается но по часовой стрелке потому что вот и допустим вот так вот вот стоит вал вот насос нас стоит вот так вот насос стоит вот вот он стоит в дверь это куда вращается вот так вот все вот так по часовой стрелке то есть шестеренка в данном случае вращаться должна нас вот таким образом сюда вот так сюда сюда и вот это возникает всегда с той стороны откуда нагрузка то есть вот вращается но так вот по часовой стрелке вот так вот так и вот тут где нагрузка вот эту часть разбивает ее видите вернее извиняюсь извиняюсь вот так вот она должна стать и так вот вот дыречка должна быть там пружинка стоит и вот здесь и вот эта часть когда вращается шестереночка она его убивает с этой стороны опять-таки из-за некачественного топлива ведь смотрим это хотя каждую из них снял смотрите эта сторона велика идеально по сравнению с этим и смотрите теперь эту видите только есть такая как зеркало такое выработано видите выработанную не выработанно так как бы такая рабочая поверхность вот теперь смотрим следующую тоже видите такая рабочая есть это да теперь смотрим эту видите теперь смотрим эту кладем ее хоп видите вот блестит как у хозяйства у котика как в одессе говорят ставим на место ставим на место то есть вращается сюда и те места где она вращается под нагрузкой износилась также нам нужно смотреть звездочку саму там где работала каждая лопасть мы поднимаем и смотрим идеально идеально я тебя вижу просто что видео на можете мне верить тут тоже все зеркало тут тоже все зеркало кладем ее на место как она вот лежала у нас и эти штучки мы тоже вот так вот расставляем их как они стояли то есть вот и вот то есть насос этот идеальный тут стружки ну как он и проверял с фильтрой чуть-чуть говорит а теперь смотрите такая же самая звездочка мне есть смотрите что здесь творится смотрите смотрите вот видите не видно слушайте не видно тут зеркало витя то смотрите что а по вот это все вот они вот все две сестрички видите две сестры два сапога пара и это подкачка это была моя на моей машине кстати одна лопасть износилась только три вот такие идеально как здесь были 1 лопасть такая была и я подменял подкачку отдал за нее две шестьсот или две семьсот гривен прикиньте и занятости в украине почему-то их нету а если там не предлагают то чего четыре тысячи гривен за не предлагают но специально этих когда дефицит дорого все поняли как исследовать вы можете под видео потом писать комментарии но я вот ведь их показываю вот и вот идеал ведь вот даже видно вот на видео что эта звезда она идеальная а это только в одном месте ведь это каюту шатаная она уже не пойдет потому что все это убьет ваши форсунки и убьет вал убьет плонжера убьет к убьет все почти подшипники только большой убьет маленький тут он на масле но подшипник тоже тут будет все будет страдать кроме ну маленького подшипника который стоит то что я говорил он тоже который здесь стоит потому что он отдельно стоит от всей всей этой каши вот так вот вот такая вот история все ребят я собираю подкачку убираю в сторону она идеально я делаю вердикт что насос прекрасном состоянии и он еще походит немало лет все ребят сворачиваюсь и добираюсь до отдела высокого давления расскажу о нем немножко пока пока было сказать еще об одном она же со встречи вот вверх-вниз шестеренка с лопастями и вот такое где стоит она сверху вот так вот куда лопасти входят еще вот сверху ее тоже мы осматриваем на наличие задиров но тут все идеально просто то есть просто идеал перчатки мои шуршат я представляю как тут все идеально можете мне верить тоже засматриваем и ему такой ведь и такая форму не как неровная видите такая это тоже смотрим там все зеркало ведь их тоже осматриваем и все подкачку я убираю в сторону она идеальная она еще прослужить немало тысяч километров все ребят всем пока пока емкость а а а а а а а а а и значит разобрал я открутил эти болты гайки вернее вот они их открутить возможно только пневмо пистолетом не пытайтесь открутить вот это лишь той истории закрутить вы можете это штука вот это вот ведь вот шестиграником этим но открутить только пневмом потому что вы убьете вот это вот и гайку можете убить там эти грани слижутся и вы убьете короче говоря этот ключ вы его просто ушатаете ну у вас много их то можете но лучше пневму пневмиком две секунды бежит 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 4 бжика и все она откручена значит что мы здесь видим а еще и открутил это сбрасывающий клапан то что я вам говорил вот она вот здесь он стоит у нас вот он закручивается вот сюда вот на 15 головочкой либо ключиком накидным в тиски зажимаете откручиваете что мы видим в одной стороны вот с одной стороны у нас вот такой вот штучка такая клапанок такой шайбочкой и шариков они идеальны и вот еще один их пара я и бросаю сразу в эту коробку и отставляю в сторону потому что не идеально гайки эти мы не меняем их они целые смотрим их нигде лопнуться стене их нету все целенькая мы их не меняем тут тут у нас то что такое тут тоже самое можете мне верить хочу что просто вы увидели что он идеальный хоть автофокус есть но на толку никого нету все идеально чуть ржавочная потому что была водичка не то вот мы их сторону откладываем они нам не нужны по поводу этого клапанка вот тут должна стоять шайбочка вот такого вот диаметра она обломалась сломалась по страну сдубарилась короче и сломалась я ее сейчас тоже заменю они есть она есть вернее такому-то ремкомплекте вот в таком вот ремкомплекте нас эти собрать кид Pat evet bed Creek обладает ее вот сверху подходит так который сверху форсунки собратки вот таком вот ремкомплекте вот его номер вот его номер вот его номер вот его номер тут у нас такое вот добра есть ну такое вот добра достаем и смотрим но я здесь уже вытаскал здесь есть шпонка здесь есть все здесь здесь все резинки которые нам собственно говоря необходимой открываем смотрим у меня ее нету придется заказать такой ремкомплект вот этот красный колпачок уйдет вот сюда тоже время комплекте закрывает подачу высокого давления что очень важно потому что это гидроголова высокий отдел один высокого давления так что шайбочку такую маленькую час либо собраточки возьму либо закажу то есть отдельного такой вот ремкомплект потому что у меня здесь уже закончилось это я просто показываю вам что наглядно чтобы понимали и самое главное вот человека была проблема какая форса идеальная у него на высоком на высоких оборотах у него загоралась спиралька наш смотрите вот это видит клапаночек который еще пара так тех кроме тех с шариками вот такой видите вот основание резиночка здесь есть потому там идет такая маленькая шайбочка подпружиненная и вот виде такое основание но как бы в задирах это все мы должны убирать я это эту штуку снимаю резинку снимаю вот это вот клапаночек этот раз ухариваю видите такой сухарик стоит вставляю в дрель беру беру наждачку двухтысячку сначала грубую можно чуть погрубее тысячку и снимаю до идеального до зеркала вот чтобы она была заодно в одно заодно вот с этим вот основанием с основным чтобы от этого пазика здесь не было именно здесь была утечка высокого давления то есть он догонял допустим там до 1000 атмосфер а потом резко происходил сброс и поэтому мы же направлялись в аварию другого варианта здесь нету это большой износ бывают допуски тоже то есть разбирал но вот это большой износ то же самое здесь наить тут конечно чуть поменьше но износ есть она должна быть заподлицо вот с этой вот тут должно быть ровненько вот так вот я когда сделала на драмы троникого цвета и вот сама вот это вот основанием этим вот такое должно быть зеркальна без этих переходов она не до закрывала и не до открывала ну будем говорить на на проще быть и вот вот сейчас хорошо видно эти износ выцарапано вот это нужно нам сейчас убрать дабы клапан закрывался идеально в принципе причина найдена насос неплохой но вот эти два клапана у них есть выработка и выработка я бы сказал бы что достаточно весомая бы сказал так потому что все убираем и потом собираем все заново сейчас снимаем резинки снимаем эти рассухариваем клапанки вставляем в дрель вот и обрабатываем до идеального состояния потом запишу видео как это должно выглядеть все ребят причина найдена устраняем ну и резинку само собой тоже заменить вот здесь вот в торце в торце этого сбрасывающего клапана вот здесь вот еще и магнитится хорошо достаточно резиночками что нужно заменить все ребят всем пока пока я буду делать час обшлифовывать эти клапана они сайте продаются по мупара стоит около 70 долларов 60 лишь 70 долларов но я их никогда не покупал для того что людей так насос дорогой по ремонту прозвищу это тоже космос хорошо ребят давайте этот принципе секретики которые мало кто не знает но надо это делать все ребят пока пока он значит мы засовываем ставим дрель такая сады пасками дрели есть вот зажимаем ключиком вы знаете как кто токарь и мебельщики и так далее к уроки справных мест выросли ну вот так те у кого не могут туда обращаются к тему кого руки выросли каждому свое и начинаем вот так вот наждачками как я говорил 2000 к 4000 5000 начала грубой и потом к идем тонкой 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 вот так вот его только сейчас я еще центрую центровать нужно чтоб сенсен центр был и все и делаем вот такое шоу гладенькая была как как до до вот этой выработки в тем говорю шаблоза под лицо и все потом ставим моем все карпинером и ставим на место смазываем маслом в принципе все и ошибка аварийный режим уходит вопросы под видео ребят всем расскажу пока пока потом когда собирать буду покажу расскажу все остальное и потом насос на стенд пока пока значит ребят смотрите я один сделал когда примера вам а второй час буду делать ведь такая кромочка смотрите идеально смотрите на теперь смотрите тут которую не сделаны какая здесь выработка смотри ведь теперь смотри тут которая сделал вот так вот вот монетиться короче ребят вот такое должен быть идеальный как зеркало этот клапан на кромке вити идеальный и здесь смотрите вити выработка этого не должно быть витя переливается должно быть все заподлицо как здесь видим вот так должно быть по-другому никак иначе будет машина провалится в аварии все затра собираем насос и потом посмотрим что будет дальше когда на машине все ребят всем благословений пока пока добра ночи всем пока такой ford сегодня приехал и вот такое изобретение я вам обещал показатель у вас нету денег нету стенда вообще ничего нету и вы сделали то что я на видео показал вышел до этого момента вам нужно сделать такое мы это делаем для того чтобы машину не тягать с буксира потому что эти машины форды они не любят когда их тягают нас буксира потому что либо цепь перескакивает либо постели рвется машины дизель не надо таскать буксира короче говоря для этого вот наш насос словно известно я его сделал все те процедуры которые он показал на видео вы в гараже денег у вас там бюджет вот вы его подключаете вот через грушу канистру к нимас немножко масло добавил в топливо подключил грушу она жестенькая на подачу тут заглушил обратку она нам не нужна вот заглушена с ремкомплекта такой фишка там было фишки датчик мы ставим на место фишки соответственно с нету фишек я поставил трубку высокого давления с форсунки с одной снял кинул капельницу в бутылку и кинул из вентури вот вот вентури у нас кинул на бутылку потом я взял вот такую вот дрель туда закрутил болт перед ногами сюда поставил головку на 18 хансов скую подключил и вот сюда взял дрель сейчас покажу что будет вот дрель подключаю ее сюда вот так если вас низкие обороты есть то можно низкими оборотами желательно и самое главное чтоб не пошли не было пузырьков уже чистенько насос заполненный только кто-то должен держать либо в тиски я показываю для тех у кого у кого ничего нету не тисков ничего никаких условий даже он использую маховик все ребят насос заполненный готов к установке всем божьих благословений всего ребятам самого хорошего пока пока удачи ваш покорный слуга ян насос готов к установке на машину пока